Привет, я Тодор, ведущий инфокомы на русском, и это восьмой эпизод серии интервью с эмигрантами и релакантами из постсоветских стран в Армении. Сегодня у нас в гостях Влад Гагин. Привет. Всем привет. Привет, Тодор. Рад здесь оказаться. Обычно я вначале говорю, чем занимаются мои гости. В прошлый раз, в седьмом эпизоде, у нас была девушка, которая ведет курсы бизнес-переговоров и общения в рабочей среде. И я честно признался, что абсолютно не понимаю, чем она занимается, попросил все это объяснить. Влад, с тобой будет такая же ситуация. Влад у нас поэт и журналист. В первую очередь нас интересует поэтическая составляющая. И я, как человек далекий от литературы и от поэзии, честно скажу, что я привык мыслить таким как бы консервативным фреймом, что вот там был Пушкин, был Лермонтов. Когда-то давно писали, мы все это проходили в школе. Потом еще были вполне себе прикольные Бродский и Мандельштам. Но после этого для меня поэзия на русском языке кончается. Я не знаю ничего более свежего. И я очень плохо себе представляю, что это такое, что это за субкультура или сообщество людей, которые занимаются поэзией на русском языке, и при этом там, да, это наши ровесники. Расскажи немножко о своей среде, в которой ты работаешь, о том, что ты пишешь, как ты пишешь и для кого. Да, ну, наверное, стоит начать с того, что в целом это проблема школьной программы и школьного канона, и то, как он воспроизводится. Потому что, например, когда я учился в школе, у меня тоже все заканчивался серебряным веком. Потом я узнал о Бродском, но и все. И потом оказалось, что параллельно там с Бродским существовало много поэтов и поэтесс. И все это дальше продолжалось и никуда не исчезало. Вот. И, собственно, продолжается до сих пор. Вот. Не знаю, сложно, наверное, как-то собрать коротко ответ, чем я именно занимаюсь и так далее. Но у меня была такая статья, которая называлась не поэзия. Вот. Я в какой-то момент стал называть себя не поэтом. И я могу коротко какую-то генеалогию термина рассказать. Ну, как раз было так, что постоянно сталкивался с каким-то консервативным образом поэта. Когда я говорил, что я поэт, у людей сразу какие-то такие ассоциации были, что я там какой-то мрачный чувак загадочный, хожу с блокнотом. Ну, и все сопутствующие, значит, составляющие моей жизни, как бы, вот, какие-то для меня они очень характерные. И я думал, что это просто проблема в том, что, ну, люди не совсем хорошо знают, что такое поэзия, что она бывает разной. Я все время пытался, как бы, доказать, что, ну, как бы, я все равно поэт, но просто чем-то немножко другим занимаюсь. Вот. Чем-то более современным, может быть, и так далее. Вот. А потом я подумал, что, возможно, с самой поэзией что-то не так, как я здесь, ну, не говорю, что поэзия это про что-то одно, я не эссенциалист. Вот. Но с поэзией как таким сложным пучком социальных практик что-то, возможно, не так. И я стал думать об этом и подумал, что, да, наверное, многое, что есть в поэзии меня как бы смущает, смущает какая-то культура возвышенного или разговоры об истине или что-то еще. В общем, какой-то платонизм, если можно так сказать. Вот. И стал называть себя не поэтом, при этом как бы продолжаю писать стихи, конечно же, и все-таки пишу поэзию, но стараюсь сделать так, чтобы там были вот эти какие-то следы не поэтического, чтобы те вещи, которые, мне кажется, консервативными в поэзии и отсылающими к каким-то довольно, ну, не освободительным штукам, вот их как-то размыкать. А по поводу того, ну, по поводу среды, не знаю, сейчас очень много вообще современных авторов и авторок, и есть как бы консервативное крыло, которое до сих пор там говорит, что невозможно писать без рифмы и без там силоботанического ритма. Вот. И это вообще какой-то странный прикол, потому что кажется, что, ну, и в русской поэзии, в русскоязычной давно так можно делать, не говоря уже о европейских и других. Ну, это, по-моему, не все понимают. То есть я помню, у меня был такой шок, связанный с этим, когда я когда-то пытался учить португальский язык, и году в 2014, наверное, приехал в Лиссабон, нашел там книжный магазин, у них была распродажа маленьких таких сборников свежей португальской поэзии. Вот. Я купил там за 2 евро такую книжечку, пролистал ее и, кажется, ни одной рифмы во всей книжке не нашел. И меня тогда поразило. То есть я понимал, что там бывает белый стих, окей, но так, чтобы прям там десятки авторов и вообще никак. Вот. Я тогда удивился, но, видимо, в России тоже еще не все поняли, что так бывает. Ну да, причем даже как бы профессионалы, которые занимаются этим довольно много и, в общем, знают о том, ну, о каком-то мировом контексте. Ну и потом там, например, был такой кейс с стихотворением Галины Рымбу, который написал текст в поддержку Юлии Цветковой, и текст назывался «Моя вагина». Вот это вызвало большой скандал, как бы… У профессиональных таких консервативных партнеров. Да, да, да. Как же можно там слово «вагина» использовать в поэтическом тексте? Это же поэтический текст. Ну вот. И, конечно, вот к этой части как бы я не имею отношения, а скорее имею отношение к, ну, какой-то более прогрессивной поэтической среде. В основном это левых взглядов, ребята, девчонки и небедарные персоны и так далее. Вот. И… Но при этом, я не знаю, мне кажется, я не то чтобы прям как бы внутри сообщества, то есть в Питере, например, я жил как будто бы в поэтической среде, но при этом у меня была как бы своя локальная поэтическая среда, свои друзья, с которыми мы… Ну, то есть это не единая тусовка, какое-то такое созвездие тусовок, которые там как-то сообщаются или не сообщаются. Ну да. То есть там была, например, премия Аркадия Драгомощенко. Это такой поэт как раз, который писал как бы немножко поперек вот этой традиции с рифмованными текстами и всем этим. И вот тогда, когда проходили премиальные мероприятия, эта тусовка, например, собиралась. Вот. А так как бы все, ну, свою работу делали в каких-то своих участках этого поля. Вот. Ну, чтобы нашим зрителям было немножко понятнее, какой может быть поэзия, которая там отличается от Пушкина, я тебя попрошу прочесть какое-нибудь стихотворение, которое ты написал, наверное, уже после переезда в Армению, связанное либо с этой страной, либо с процессом эмиграции. Вот. На твой выбор. Да. Я вот сейчас выбирал из двух. Одно прям такое эмигрантское-эмигрантское, но я прочитаю другое, наверное. Но оно тоже написано здесь и какие-то зацепки, мне кажется, есть. Ну, вообще тематически связано с происходящими событиями. Пересматривал лекцию Клюшникова «Поворот к счастью». Видел себя, Елену, других знакомых из прошлого мира. Видел себя, Елену, депрессивные сети. Вспомнил, что мы тогда последовали совету Бори. Стали счастливыми существами. Стали сложностью. Стали вниманием. Стали заботой о себе и других только поздно. Вырвали полугодия жизни, как вырываешь автономную зону из тела мертвого сослуживца. «В темную чащу выпускали абхазцы свиней на осень», — говорит таксист, и я понимаю, о чем он. «Я иду через площадь республики эти фонтаны, и телесность России то дальше, то ближе, то ближе». За два месяца мне приснилась война однажды. Захотелось созвониться по зуму со своим отражением. Захотелось обнять подругу и убедиться, что мы с ней существуем как животные доброй воли. Типа, помнишь, держались за руки, я говорил про спинозу, и уже подмерзала земля в лесопарке». Спасибо. Да, как человек далекий от этой сферы, я не могу никак это прокомментировать, но скажу, что это было красиво. Спасибо. Давай тогда поговорим немножко о том, как ты вообще оказался, например, на площади республики. То есть, что сподвигло тебя покинуть Россию, и почему выбор пал именно на Армению? Ну, вообще, как будто бы, да, я уже отвечал на этот вопрос просто нескольких интервью, я стал теперь как бы специалистом по даванию интервью, вот, и все время говорю, что как будто бы это не было каким-то решением покинуть Россию. То есть, просто, когда началась война, то есть, мне было понятно, что все к этому идет, но не было понятно, насколько полномасштабной будет война и так далее. Когда я услышал там речи Путина, когда я пришел на работу, я работал в библиотеке и увидел просто, что коллеги продолжают, как ни в чем не бывало, заниматься своими делами. Вот. И я все время до отъезда находился в каком-то аффекте, и типа, я вообще человек, не очень любящий путешествовать, я вообще люблю Питер, мне хорошо там находиться постоянно, вот. Но и я бы никогда не мог представить, что просто там соберу вещи за какое-то количество небольшой дней, да, и просто уеду. Но это произошло, вот, наверное, потому что потом я стал понимать, что все-таки, как бы, жизнь в России последние годы, она существенно влияла на мою психику, на какие-то возможности воображения, вообще на возможности. И это был какой-то постоянный тревожный фон, вот. Вот. Ну и потом еще были какие-то, ну, так сказать, намеки, что мне следует это сделать, ну, как бы, потому что какой-то молох репрессий он как-то ближе и ближе становился, вот. И в какой-то момент мне сказала одна моя хорошая подруга, что тебе кажется, нужно уезжать, вот. Ну, я, там, как бы, довольно мутная история, я не буду подробностей вдаваться, но я подумал, что, наверное, если она говорит, что мне нужно уезжать, мне нужно уезжать, и, в общем. Вот. А по поводу Армении, изначально мы планировали поехать в Грузию с двумя моими друзьями, с Еленой и Степой, но так получилось, что я взял билет, типа, на день раньше, мы летели через Бишкек, вот. Вот. И я сказал, что, там, подожду их в Бишкеке, и мы вместе, как бы, поедем, полетим уже, да. И в итоге у них отменился рейс, вообще все стало очень непонятно, в Бишкеке я развиртуализировался со своей знакомой из Фейсбука, вот, и как-то мы тусили, и еще у меня не было налички вообще, а тогда были вот эти все новости про то, что там невозможно снять, и в Грузии, как бы, у меня никого не было. И мы подумали, что почему бы не поехать в Армению, вот, и поехали в Армению. То есть это было случайно практически? Да, да, да. И, ну, короче, да, а мои друзья в итоге полетели в Стамбул, сейчас перебрались в Грузию, и вот недавно я к ним ездил, мы увиделись, но пока что у нас нет планов. То есть ты решил оставаться здесь? Ну, пока что да. Не знаю, не хочется как-то сейчас загадывать, и сложно это делать, в общем, но здесь мне довольно интересно. Да, помимо поэзии, насколько я понимаю, ты занимаешься журналистикой. Не знаю, как давно, но если тебя загуглить, то вылезают статьи, причем преимущественно в армянских медиа, конкретно в Алик-медиа, которая, как я понимаю, существовала и до войны, и до массового притока иммигрантов, вот, но только сейчас, вот там, начиная с марта, видимо, да, открыла русскоязычную площадку. Расскажи, что это за издание, как ты в него попал и что ты с ним делаешь? Ну, вообще, с журналистикой я учился на бакалавриате на журналистике, но, ну, типа, где-то когда-то куда-то писал в разные штуки, но никогда не связывал себя с этой профессией, вот, плюс меня и как будто бы не очень получалось связать, потому что я чувствовал, что есть какой-то, ну, мне кажется, есть какой-то стеклянный потолок в российской, журналистике, ну, по крайней мере, я как будто все время ощущал, что я не совсем, как бы, прохожу в какие-то круги там и так далее. А почему-то с начала войны я стал больше этим заниматься, ну, как в качестве, например, человека, у которого берут интервью, вот, так и в качестве человека, который пишет разные тексты, вот, для активатики там я писал и Валик Медиа, Валик Медиа довольно случайно тоже попал, типа, просто у меня вписывался один товарищ здесь уже в Ереване, и он позвал меня на планерку какого-то издания, которое, вот, планирует, как бы, делать русскоязычную версию, вот, и, ну, я туда пришел, и мы стали этим заниматься. Ну, издание, насколько я понимаю, как армянское, оно функционирует довольно давно, и у русскоязычной, как бы, версии есть такая задача, что из того, что есть русскоязычного об Армении, очень много такого, как бы, пророссийского и пропагандистского, вот, и наша задача, как бы, немножко другое видение дать происходящим процессом, и вообще показать, что, как бы, все, хочется сказать, не так однозначно, но, в общем, да. То есть ты пишешь про, только про иммигрантов или про какие-то реалии самой Армении? Что ты обозреваешь там? Ну, сейчас я вообще еще много редактирую каких-то текстов, там, немножко занимаюсь новостями, вот, а так, да, у меня была задача скорее рассказывать о жизни эмигрировавших, вот, и вокруг этого, там, например, я брал интервью хозяйки, заведения «Мама Джан», о котором я, кстати, узнал из, кажется, твоего гайда, вот, но, в принципе, пока что просто довольно сложно, мне кажется, писать о местных реалиях, в том плане, что чем дальше ты их узнаешь, тем ты понимаешь, насколько они сложно устроены, там, и так далее, и, ну, как бы, не то, чтобы я готов взять на себя такую смелость, вот, но я готов, скорее, заниматься какой-то разной журналистской деятельностью, вот, и сейчас, на самом деле, я очень рад, что так получилось, и, мне кажется, это одно из немногих мест, где я работал, где я чувствовал, что это, типа, что-то интересное и важное немного, и дает, ну, как бы, нет такого отчуждения, которое я чувствовал на многих других своих работах. Круто, да, и совершенно, мне кажется, правильно и приятно, что ты говоришь, что не можешь брать на себя ответственность за какой-то обзор местных реалий, то есть я время и время не натыкаюсь на какие-то посты недавно приехавших россиян, которые, типа, всего вы тут поняли, и, вот, как бы, бодро вещают, там, о политике Армении, о том, как ее надо развивать, и, там, или что-то, бывает довольно неприятно, вот, так что мне очень нравится, что, там, практически все мои гости, которые как-то затрагивают эту тему, сразу оговариваются, вот, у меня был такой гость, правозащитник Давар Дорджин, который, фактически, он, ну, практически работает в Европейской партии Армении, он, там, помогает им с СММ, с пиаром, с проведением акций, вообще со всем, с юридическими консультациями, вот, но он всегда говорит, вы что, я не гражданин Армении, поэтому я не имею права участвовать в политике, я только консультирую, ни в коем случае не думайте, что мое мнение хоть что-то значит и так далее, вот это, мне кажется, очень правильная позиция, и я, собственно, понял, что ты ее придерживаешься, когда увидел твой последний материал, из вышедших на сайте, вот, позавчерашний, кажется, да, про то, как у тебя менялась твоя точка зрения на Армению, на ее роль, там, в глобальном контексте, вот, в геополитике, вот это все, я думаю, будет круто, если ты немножко перескажешь этот материал, может быть, дополнишь его, вот, что ты думал об Армении до того, как ты приехал сюда, и как твоя мне не изменилась спустя, там, 3-4 месяца. Ну да, в этом тексте я говорю, что я мало слышал об Армении, ну, конечно, до меня долетали какие-то новости про революцию или про ту же войну двухлетней недавности, ну, то есть я просто там был подписан на какие-то телеграм-каналы, в том числе освещающие военные действия, канал и Галя Левина такого, ну, ужасался просто, как бы, дроном и, как бы, ну, самой войне и тому, как она происходит. Но в целом, да, опять же, пишу о том, что никогда не хватало усидчивости какой-то времени и внимательности, чтобы разобраться даже в карабахском конфликте. И, да, я связываю это просто с тем, что действительно, как житель империи я часто упускал из виду какие-то важные вещи, которые происходят за пределами России. И, ну, как будто бы политика заключалась в противостоянии вот этой репрессивной государственной машине или просто попыткам жить в ее фоне. Но... И, конечно, я знал какие-то штуки про деколониальную теорию и так далее. Я там осмыслял ее так или иначе. Например, я вообще из Башкортостана и провел там первые 18 лет жизни. Но до последнего времени я даже не задумывался о том, что там были уроки башкирского языка, от которых мы отлынивали и вообще не воспринимали все серьезное. Или уроки башкирской литературы, где, впрочем, все время нам читали каких-то башкирских поэтов, которые прославляли как бы вот слияние империи и добровольного присоединения башкир к России. Вот. Но теперь у меня есть понимание, что как бы... что я там был привилегирован и что... то ощущение как бы... ну, то есть, когда я жил в Башкортостане, я вообще не чувствовал, что есть какие-то проблемы там, что вот все татары, башкиры и русские живут, все у них хорошо. Но сейчас я вспоминаю, как... как много было бытового национализма даже и так далее. И возвращаясь к Армении, просто мой образ стал усложняться, образ Армении и вообще того, как жить в стране, которая не является империей, которая находится в довольно каких-то хрупких отношениях вообще с остальными странами, что может начаться война в какой-то момент, может все поменяться. И по тому, как я разговаривал с некоторыми молодыми людьми, в частности, я просто в баре столкнулся с какой-то журналисткой, и я был поражен... ну, то есть, мы ее просто спросили о чем-то, и она начала действительно минус сорок рассказывать про всякие сложности, связанные с Арцахом. И меня поразило вот это, и я почувствовал, что как бы она действительно видит свою ответственность за судьбу своей страны. И еще, наверное, как бы поменялось какое-то представление о концепте нации, в том смысле, что я был очень интернационалистом. В Армении это трудно. И я и сейчас... В Армении это трудно. Я и сейчас им остаюсь, но также я понимаю как бы больше про альтерглобализм, про его как бы... ну, то есть, что быть гражданином мира, как бы как я мог, наверное, о себе думать, хотя тоже так себе на самом деле гражданином мира, но, в общем, это привилегия. Или говорить, что я там вообще не важно, русский я, не русский, и так далее. Вот. Мне кажется, с этим концептом нации вообще много сложностей, но понимаю, что действительно иногда от него сложно отказаться. И в этом есть как бы... ну, какой-то поинт довольно весомый. Ну, хотелось бы, чтобы... не знаю... ну, как я думаю о каком-то курдском освободительном движении, что там тоже много завязано на национальном, но при этом там есть как бы и другие факторы для объединения. Мне кажется, вообще жизнь в Армении для людей из России это всегда в этом смысле отрезвляющий опыт, если они, конечно, готовы открывать глаза и пытаться понять, что происходит вокруг. Потому что вот, ну, с одной стороны, разумеется, есть там большая масса этнически русских людей и вообще россиян, которые просто ксенофобные считают, что все кавказцы там такие-сякие, опасные, дикие, вот это все. Если они приезжают сюда, есть шанс, что их мнение изменится, да, они поймут, что здесь гораздо лучше, чем они думали. И с другой стороны, для людей, которые там, условно говоря, как мы с тобой, живя в России, там, отвергали национализм, вот, и какие-то государственные практики, там, притеснение мигрантов и коренных народов, вот, и думали, что все хорошо, все должны дружить, там, вот это все. Да, и воспевали, значит, такую интернациональную или, как минимум, многонациональную систему. Жизнь в Армении, которая объективно, там, да, является моноэтничным государством для 98% армяне, а все, кто не армяне, все равно встроены в общество с армянской культурной основой. Это опыт неожиданный, потому что я, как тоже такой сторонник, там, толерантности и мультикультурализма, всегда думал, что моноэтничное государство страшно шовинистично. А оказалось, что на самом деле даже наоборот. Сколько я не приглашаю сюда гостей, у меня были гости, там, представители разных в той или иной мере угнетенных, там, групп, да, которые сталкиваются с дискриминацией. У меня была девушка наполовину африканка, вот, кроме того, там у меня был товарищ из Калмыкии, азиатской внешности. Помимо этого я общался, там, с приехавшими из России в Армению представителями ЛГБТ, вот, и так далее. И от всех этих людей я слышал, что здесь ксенофобия, дискриминация, хамство, микроагрессия и неприятие чужих гораздо меньше, чем в России. И в каком-то смысле может быть вот этот вот опыт того, что здесь страна в целом равна нации, и люди это чувствуют. Есть вот такое вот сильное общество, которое, ну, то есть если завтра по щелчку пальцев обвалится государственная машина, и не будет каких-то бумажек, которые говорят, что Армения это Армения, люди останутся армянами, и не просто по крови, но по некому единству. И мне кажется, что это такая, как бы, классная работающая конструкция, что хоть ты в нее сто, хоть миллион чужих людей привези, они растворятся, все будут понимать, что вот вас не было, мы как-то жили, мы и без вас будем жить, вы тут есть, вы наши гости, и все ок. Вот, то есть это несравнимо с тем, как, например, в Москве реагируют на приезжих из Узбекистана, да, что, типа, вы там чужие, вы опасные, вы преступники, вы там такие грязные, вот это все. Здесь нет, кто бы ты ни был, из какой бы ты страны ни приехал, можно сказать, может быть, что у армян, как у политической нации, немножко более, немножко менее хрупкое эго, чем у русских. Русские все время боятся, что какой-нибудь один узбек или один гей развалит им всю консервативную, славную Россию. А здесь всем норм, никто никого не обижает. Я вот это тоже очень сильно ощущал, например, я почувствовал себя в какой-то большей безопасности, просто там гуляя ночью, типа, и находясь в России, хотя я говорю, что как бы, ну, я говорю это как человек, который воспринимает социально как мужчина, вот, женщины мне разные мнения на этот счет давали, но я думаю, что это как бы везде плюс-минус так. Но в России я все время чувствовал возможность какого-то, ну, какой-то агрессии в мою сторону. Если я иду, особенно там в каком-то темном районе, встречаю там пьяного человека, и такое часто происходило, ну, пусть не как насилие реализованное, ну, просто как вот какое-то напряжение возникшее. А здесь я ничего такого не чувствую. И плюс еще я думал о какой-то, ну, вот есть эти горизонтальные связи, о которых постоянно Григорий Юдин говорит, и которые, типа, отсутствуют в России, потому что общество атомизировано. Мне вообще удивительно с этим сталкиваться. Например, мы шли там с подругой по парку поздно, там ночью, и подъезжает машина, остановится мужчина, говорит, типа, может вас повезти, там. Он такие, не, не надо, спасибо. Вот, идем дальше. Опять через какое-то время останавливается та же самая машина, ну, как бы напрягаемся, потому что такая ситуация, вот. И он просто говорит, а вы откуда? Как у вас дела? Можно вам задать вопрос, как вам вот эта набережная? Многие, типа, мы из Питера, набережная, супер. Он такой, ну, все, супер, до свидания. И вот это воспринимается как немножко как бы crazy, потому что в России ты вообще забываешь, что ты можешь общаться с соседом или с просто человеком на улице. Да. Здесь это в порядке вещей, как бы, узнать, как дела вообще там и так далее. Вот, это тоже удивительный опыт, который, как бы, тебя немножко трансформирует. Ты понимаешь, что ты жил вообще-то не совсем, как бы, нормальной среде. Здесь, конечно, совершенно другое общение, да. Я сегодня зашел, значит, в сирийское кафе взять еду с собой, сижу, ну, вот я заказал по-английски, поскольку там, да, ребята сирийские репатрианты русского не знают, а армянский я, конечно, учу, но часто стесняюсь использовать. Особенно, когда нужно что-то быстро так выпалить. Вот, так что я заказывал по-английски. Слышу, кто-то меня, значит, окликнул. Стоит пожилой мужчина, говорит по-английски, там, мол, вы откуда у вас такой хороший английский? И мы просидели с ним минут сорок. Вот, оказалось, что это техасский армянин, который, значит, приехал на историческую родину, расспрашивал меня все там про, значит, про как раз наплыв россиян, про политику, про оппозицию, еще что-то. Оставил мне свой номер. И вот так эти социальные связи, которые как-то вырастают, говорят, ну вот я плохо себе представляю, чтобы там в Питере или даже в Астрахани я случайно сорок минут проговорил о политике с человеком, которого впервые вижу. А вот здесь как-то это происходит. Значит, у тебя немножко изменилось понимание того, что такое нация и зачем она нужна, да, с тех пор, как ты сюда приехал. А я в твоей статье видел, что у тебя еще были какие-то предубеждения насчет там геополитического поведения Армении, насчет того, насколько она зависит от России. И вот интересно про это послушать, потому что у меня часто гости что-то упоминают там про какую-то пропутинскую общность жителей Армении. Я всегда стараюсь с этим как-то поспорить. Но мне кажется, что у тебя может это даже лучше получится, чем у меня. Расскажи про вот динамику того, что ты думал в начале и что в конце. Ну вот у меня не было каких-то прям предубеждений, потому что, опять же, я говорю, что я как бы мало интересовался. Но когда я начал говорить, что я еду в Армению, то есть, наверное, даже в изначальном выборе, что это Грузия, скорее, не Армения, было у меня какое-то такое предзаданное чувство. Но просто многие люди начали говорить, ну ты чего там, Армения, там пропутинская страна, предаток того же самого, откуда ты едешь и так далее. Ну вот, и да, просто я ожидал чего-то такого. И меня поразило просто, да, вот я в статье рассказываю о том, что первый же разговор я приехал на Ереванский автовокзал из Тбилиси. И подошел таксист, стал разговаривать и сказал, что он вообще не понимает, что творит Путин, как бы что за фигня. И на следующий день я ехал в электричке в Гемри, потому что я сначала первый месяц жил в Гемри, где мы сняли квартиру. И там тоже человек сказал, как бы без какой-то поддержки России, просто что войны — это отстой. И типа страдают обычные люди из-за них. Ну и все время я наткался на вот эти представления о пропутинскости Армении. Хотя, наверное, люди, которые больше интересовались политикой, и там, ну вот я разговаривал с людьми, которые там политической философией занимаются, как правило, они мне говорили, что типа страна просто в блокаде, как бы фактически. И тут это не вопрос как бы ну какого-то ценностного выбора в пользу русского мира. И мне кажется, что когда люди говорят о том, что вот Армения — это пропутинская страна, они как бы какой-то упрек кидают всему обществу. Типа вот вы все хотите, значит, все то, от чего мы бежим. Но мне кажется, что надо совершенно по-другому ставить вопрос. Вообще изначально говоря о том, насколько Армения пропутинская или нет. Нужно говорить о каком-то сложном влиянии. И вообще вот все эти ситуации связаны с войной. Я имею в виду войной двухлетней давности Крабахи и говорить про Азербайджан, и про Турцию, и про все вот эти отношения. И только потом уже говорить, насколько это там пропутинская, не пропутинская страна. И в общем это на самом деле как будто бы не такое уж большое значение имеет. Хотя действительно есть люди, которые там наверное в какой-то ностальгии находятся по советскому проекту. Ну такие люди везде есть, даже в Восточной Германии. Да, мне кажется, это очень здравый подход. Я с тобой согласен, что к сожалению, люди, которые там остаются в России, при этом принадлежа к какой-то оппозиционной тусовке, широко говоря, или которые уехали в другие страны, в Грузию, на запад или еще что-то. Все когда слышат об Армении, говорят, что вот зачем ты там из одной, значит, авторитарной путинской страны в другую такую же. Еще что-то какие-то глобости начинают разгонять. И мне кажется, что это такой очень грустный процесс, когда появляются какие-то вбросы, иногда даже сделанные намеренно, да, там, азербайджанскими и турецкими медиа. Иногда сделанные какими-то там российскими, украинскими изданиями, может быть, просто потому что они что-то недопоняли. И вбрасывают какой-то типа факт про то, почему Армения, значит, плохая страна, в которую не нужно ехать. Потом это, естественно, разволочается, но разволочения никто уже не запоминает. Таких случаев было очень много, я их тоже мониторю, пишу у себя в канале. Была история, когда якобы Армения передала России военные самолеты для войны в Украине. Это неправда, там даже Пашинян ездил, показывал эти самолеты, чтобы показать, что они никуда не делись. Это была абсурдная история. Там было всего, у Армении всего 4 таких самолета, и сейчас бы она стала их отдавать России, когда в Армении у собой есть необходимость защищаться достаточно часто. Но абсолютно все мировые СМИ написали про этот выдуманный слух о том, что она их передала, а про то, что на самом деле нет, написали уже только армянские СМИ. Или вот недавно девушка из России, Татьяна Щукина, против которой ведется какое-то преследование, которое, по словам армянской полиции, связано с инцидентом, где избили местного жителя. А Татьяна, как только узнала, что ее друзей задержали, просто вызвали даже, получается, как свидетелей, начала говорить, что это, наверное, Путин заставил армянскую полицию ее преследовать. Не разобравшись ни в том, в чем она обвиняется, дело вообще не имеет отношения к политике, по сути. И до нее никаких кейсов таких не было. Но ей достаточно было одного звонка из полиции, чтобы она подумала, что ее верные армянские путинисты с оружием преследуют по приказу Кровавой России. Естественно, все это тоже растеражировали и теперь думают, что в Армении могут тебя посадить по приказу Путина. Хотя случаев таких нет. Ну да, мне тоже не очень понравилось, что многие СМИ так сработали сразу, какие-то заголовки жуткие и так далее. Щукину я, мне кажется, понимаю в том смысле, что после опыта жизни в России, когда начинаются какие-то такие маячки, какое-то преследование, то... Конечно, тут стресс играет роль, да. И я не обвиняю Татьяну, но то, что абсолютно все издания, которые про это писали, не стали привязать информацию и делать какую-то скидку на то, что это человек, который находится в состоянии стресса, страха и так далее. Переписали все как есть, думая, что это факт. И вот это было грустно. И естественно, сейчас мы получаем в любом Твиттере, в любой соцсети новую порцию постов от украинцев, от грузин, от московских хипстеров, которые говорят, да зачем в эту помойку ехать, вы что там, всех посадят и так далее. И никто это уже никак не будет передумывать на этот счет, к сожалению. Но очень приятно видеть, что такие люди, как ты, например, пишут немножко другие вещи про Армению, более осмысленные, более осознанные и более приятные для самой Армении. Мне тоже приятно, что ты оценил, я стараюсь работать в этом направлении. Ну, видишь, мы с тобой тут все равно оба сидим эмигранты, вот если армяне оценят, тогда, да, так нас слышать не надо, короче. Ну, что ж, я желаю тебе удачи в твоей журналистской карьере в Армении и из поэзии тоже. Спасибо тебе за разговор. Тебя спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok